Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор еще не подписан. Сделай красную кнопку вот такого цвета и добро пожаловать в нашу дружную мистическую семью. Сегодня я заказала новый мистический квест вместе с куклой Чаки. И, ребята, прямо сейчас кукла Чаки заходит ко мне в дом. Ну, а ты не забывай поставить лайк и мы начинаем. Здравствуйте, любители мистического квеста. Сегодня вы решили поиграть с одним из самых опасных игроков Даркнета. В этом конверте одна подсказка. Вам предстоит добраться до истины. Все, что вам мешает, вам жизнь не поможет. Ответ кроется в каждой жизни. Пять подсказок приведут вас к праву от линии. Но если вы допустите о себе, вам придется иметь дело со мной. Я придумаю для вас наказание и поверьте, это будет для вас очень жестокое. Я буду рад, если вы проиграете. Время игры ограничено. У вас 10 минут. Итак, прямо сейчас кукла Чаки вручила нам конверт с первой подсказкой. Квест начался. На квест нам отмерено всего лишь 10 минут. Меня снимает мой парень Дима. Всем привет. Он также будет играть в мистический квест и помогать нам разгадывать загадки. А точнее слово, которое загадала кукла Чаки. Если, ребята, мы не пройдем этот мистический квест, не уложимся во время, то он придумает нам какое наказание. Какое-то. Я не знаю, какое это будет наказание и что из этого представляет. Поэтому так что, ребята, лучше давайте не будем проигрывать. А вы, ребята, играйте вместе с нами. И если вы раньше нас догадаетесь, что это было за слово, пишите его в комментариях. Ну, а мы начинаем открывать конверт. Итак, в этом конверте у нас QR-код с подсказкой. Первый конверт. Конверты отмечены цифрой 1. Они все пронумерованы. Сколько будет конвертов, неизвестно. Итак, здесь он пишет все то же самое, что он сказал. То есть правила игры. И вот здесь как раз написано, что у нас есть 10 минут, и игра уже началась. Нам нельзя терять время. Поэтому сейчас мы должны прочитать и просканировать этот QR-код, ребята. Для этого мне нужен мой телефон. Ирина, ты быстрее. Итак, ребята, да, 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 мы торопимся. Итак, я открываю программу QR-сканирования кода. Итак, это слово «Время». Ребят, запоминайте и пишите в комментариях, потому что я не запоминаю. Иногда очень много слов. Так, подожди, первая подсказка «Время». Первая подсказка «Время». «Время». Смотри. Итак, как у нас конверт под номером 1? Скорее всего, время будет связано с комнатой номер 2. Комнату номер 2, скорее всего, может быть, что-то в конверте. Сегодня, ребята, этот конверт пусто. Заходим в комнату. Нам нужно искать время. Что показывает время? Часы. Часы. Нам нужно искать, скорее всего, часы. Ты видишь, здесь часы. Ребят, обычно часы на стенах, но здесь нет никаких часов. Нужно искать везде. Может, электронные какие часы? Слушай, тут темно, достаточно. Ты не принесешь фонарик? Итак, ребята, чтобы было более видно, нужно посмотреть в углах. Я сейчас взяла с собой фонарь. Здесь ничего нет. Нам нужны часы. Нам нужны часы. Ты нашла что-нибудь? Ничего нет. Так, а это что? Путь денег. Погоди, не могу добраться. Есть. Так, что это? Это будильник. Будильник показывает время. Будильник показывает время. Итак, что нам нужно? Здесь конверт. Есть конверт. Отлепляем. Следующее слово или следующая подсказка должна быть здесь. Что он пишет? Так, конверт номер два. Пока мы делаем все правильно, идем в правильном направлении. Что он пишет? Время нельзя повернуть назад. А часы идут. А она течет. Что за чертовщина? Ни черта не понимаю. Как это может быть связано с будильником, с часами? Тут стрелки на три часа ночи. Я не знаю, может быть что-то еще здесь. Может быть что-то еще. Может быть их нужно разбить, я не знаю. Смотри, смотри, сзади какая-то. Где? Что? Какая-то белая полоска. Где это? Может быть подсказка. Еще какая-то, я не знаю. Это, так, 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 это QR-код. Так, здесь еще зашифровано что-то. Нужно сканировать. Так, сейчас я отсканирую. Часы. Часы, время. Ребята, здесь отсканировалось слово часы. Что-то я не поняла, что значит часы. Давайте у нас две подсказки. Давай еще раз, еще раз сканируем. Еще раз сканируем. Часы, часы, время. Итак, ладно, у нас есть два слова, это две подсказки. То, что пишется в конвертах, это наводящее задание. Это то, где нужно искать. Время нельзя повернуть назад. А часы идут, а она течет. Она течет, это вода. Вода течет. Нужно искать там, где вода. Побежали скорее. Так, следующую комнату. Ребята, нам нужно искать, где вода. Это комната номер три. Номер три. Итак, конверт. Конверт пуст. Итак, мы заходим в комнату номер три. У нас здесь вода. Здесь нужно что-то возле воды искать. Не знаю, в кране ничего нет. Я не знаю, может быть что-то под раковиной. Что там? Там голова Чаки. Голова куклы Чаки. Подожди, я посмотрю. Блин, это жесть. Это просто жесть. Открывай помедленнее. Я боюсь, черт. Жесть. Я точно видела, он был здесь. Не знаю, придется лезть. Черт. Успокойся, успокойся. Ай, я не помещусь. Что-нибудь видишь? Пока нет. Здесь ничего нет. Черт, только паутина. Боже, тут столько паутины. Жесть. Так, погоди, я что-то нашла. Походу, погоди. Что-то белое, да? Вот, конверт. Есть. Как выбраться? Я застряла. Черт. Я дабыла конверт. Там кверху. К воде. Ай, ужас. Там земля. А, земля. Земля в конверте. Черт, что он задумал. Что же это за слово? Так, конверт номер три. Здесь QR-код. Нужно его сканировать. Итак, ребята, сканируем этот QR-код. А что за загадкой? Подожди, сначала узнаем, что за третье слово. Третья подсказка. Ну же, ну же, ну же. Никак не сканируется. Что не может быть, что? Земля. Слушай, земля на подсказке. Земля внутри. Двери и земля на подсказке, да. Время, часы, земля. Время, часы, земля. Сколько будет еще подсказок, неизвестно. Так, читаем следующее. Есть четыре угла. Он деревянный. В нем холодно и темно. Найдите его поскорее. Но одевайтесь теплее. Ничего не поняла. Слушай, четыре угла. Четыре угла. Он деревянный. Какой-то коробка, ящик. Возможно, коробка, ящик. Деревянный. В четвертой комнате. Мы должны сейчас отправиться в четвертую комнату. Вот она, четвертая комната. И там нужно искать что-то. У чего есть четыре угла и что деревянное. Проверим в конверте. Нет. В этот раз эти конверты пустые. В них нет подсказок. Так. Четыре угла. Погоди. Погоди. У меня есть предположение. У нас на балконе есть деревянный ящик. Балкон у нас не застекленный. Но вернее, он не теплый. Так. Походу, вот он. Вот этот деревянный ящик с углами. Дим. Дим. Что происходит? Дим. Не открывается. Тут холодно. В смысле не открывается? Не знаю. Не открывается. Давай быстрее ищи. Ребят, я закрыл. Время, время, время. У дверь на балконе. Что? Я ничего не хищу. Ищи быстрее. Что? Не открывается. Почему ты не можешь открыть? Короче, меня заблокировало. Здесь жутко холодно, ребята. На улице просто зима. Здесь не застеклено, ничего. Я в одной майке. Блин, в записке было же написано. Одеваться теплее. Он предупреждал, что он может закрыть меня тут. Короче, нужно искать подсказку слова. Ящик. Ай, чёрт. Ящик. Деревянный. Четыре угла. У нас нет времени. И так, мне нужен конверт. Конверт. Есть конверт. Что? Что это ещё такое? Фу, жесть. Жесть. Тим, QR-код приклеен к банке, в которой глаз. Человеческий глаз, я не знаю. Так, нужно просканировать. Что там происходит? Не знаю. Пробуй открыть дверь. Итак, ребята. Сокрыто. Пробуй постоянно открыть дверь. Давай быстрее, быстрее. Открывай. Слово, слово. Органы, органы. Пробуй. Открывается. Органы. О, чёрт. Я здесь окалела. Окалела. Что там, был глаз? Офигеть. Смотри. Здесь было слово органы. И нарисован глаз. Слова. Это вообще, это просто... Подожди, я не взяла загадку к следующему слову. Конверт. Итак, давай повторим. Давай повторим. Время, часы, земля, органы. Органы. Итак, открываем подсказку. Комната номер 4. Ты одеваешь его на голову только в одном случае. Это головной убор есть в каждой семье. Ты одеваешь его на голову только в одном случае. Только в одном случае. Я не знаю, что это может быть. Нужно поискать там, где у нас лежат шапки. Скорей. Может быть, здесь что-то в конвертах. Так, шапки у нас лежат здесь. Шапку, обычную шапку я ношу в обычных... В обычных платок. А здесь что? Ты нашла что-нибудь? Да. Дим, это похоронная шаль. И ее одевают только один раз. В одном случае, только на похороны. На похороны. Шаль умирает? Здесь еще конверт. Еще конверт, да. Сейчас. Сейчас я открою. Это что такое? Так, похоронная шаль. А это... Это жетон. Это же жетоны, как одевают на солдат, что когда, если они теряются или умирают, да, чтобы их опознали. Это жетоны или медальоны. Что это вообще? Что там было за границ? Не знаю, давай, что. Не знаю, что за слово. Итак, здесь еще один QR-код. Так, подожди. Итак, сканируем QR-код. Ильин, давай быстрее. Время, время. Смертный медальон. Это и есть смертный медальон. То есть, это одно из слов. Вы что? У вас готово... Слышишь голос? Это кукла Чакер. Я надеюсь, что нет. У вас в руках минута. Время. Минута. Минута. Нужно дать ответ. Нужно дать слово. Мы проверяли пятый кромет. Здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Дим, здесь все слова. Время, часы, земля, органы, черный платок, жетон солдата. Эти слова что-то объединяет. Время. Время, оно что дает? Со временем мы состариваемся. Со временем мы рождаемся. Это все связано к человеку. Часы, земля. По-моему, я поняла, что это за слово. Смотри, мне кажется, что это слово смерть. Время. Мы со временем умираем. Часы, часы тоже тикают. Так говорят про смерть. Часы тикают, мы стареем. Земля, в землю нас закапывают, когда мы умираем. Органы, органы человека. Точно, точно. Черный платок одевает на похороны. Жетон солдата забирает, когда тот умирает. Итого? Да, мы готовы дать ответ. Это слово смерть. Ваше ответ – смерть? Да, мы отвечаем. Это слово смерть. Хорошо. Это правильный ответ. На этот раз вам обудовалось избежать моего наказания. Но я еще вернусь. И надеюсь, что это будет очень скоро. Фу, ребята, мы прошли этот мистический квест. Мы отгадали слово, и это слово было смерть. Надеюсь, что вы тоже догадались и написали его одним из первых в комментариях под этим видео. Поставьте лайк, если вам понравился этот мистический квест. И пишите, если вы хотите продолжение. Ну а с вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых мистических видео. Пока!